Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Получилось у меня где-то на 10 тысяч, но я купила чайник, причем очень классный чайник. У меня подобный уже был, но, к сожалению, разбили мне его, мои домашние его, так что я купила, ну, почти точно такой же, как у меня был. Чайник очень классный, стоил он 1999 рублей, поэтому и закупка получилась на 10 тысяч. Так что давайте я вам сейчас все покажу. Чек будет, как всегда, в конце видео. Итак, вот такая вот закупка у меня получилась. Ну и давайте я начну с чайника, который купила. Очень это классный чайник. Он идет, видите, внутри вместе с колбой и вот на такой подставке. Но у меня раньше был просто на обычной поставке, тоже с такой колбой. Вот эта чаша стеклянная, и у меня мужчины ее разбили. Вот, прослужил он у меня где-то год, наверное, и потом случайно разбили, уронили его. Вот, но чайник очень прикольный для тех, кто любит чай. Можно и крепкий заварить, и не крепкий. В общем, получается, на полтора литра он у меня используется как заварочный чайник. Вот, очень классный. Я очень довольна, что снова появился подобный, кстати, по-моему, той же марки. Не помню, на самом деле, какой марки у меня был. Чайничек, но вот такой классный, 1999 рублей. Я смотрела подобные в МВИДео, они вообще по 5-6 тысяч стоят. Так что довольная очень. Вот, ну и давайте начнем с бытовой химии. Купила средство для черных тканей, жидкое, да, и для стирки черных тканей. И гель вот такой для цветного белья, плюс кондиционер. Нравится мне вот эта бытовая химия. И, кстати, средство для туалета мне понравилось тоже. И плюс таблетки для посудомойки. Тоже они мне очень нравятся, не оставляют налет, хорошо все промывают. Отличное средство и достаточно бюджетное. Здесь вот большая упаковка еще продается в таких, ну, поменьше, в общем, упаковочках. Так, давайте начнем дальше с мяса. Купила была индейка, грудки. По скидке 289 рублей. Тоже взяла две штучки. Дальше взяла вот такую вязанку. Я буду делать салатик, у нас будут гости. Поэтому буду делать салат. Потом еще вот такую колбаску. Я такую не видела что-то раньше. Вот она еще на скидке была. Должна быть вкусной. Сыр. Вот такой гауда. Тоже, по-моему, на скидке был, честно, не помню. И маленький кусочек вот такого карбоната. Великолужский мясокомбинат. Тоже вкусно. У нас будут гости. И муж у меня будет делать суши. Как я уже сказала. Поэтому купила творожный сыр. Хохланд. И еще в голубых упаковочках. Продается он одинаковый. Даже по качеству. Еще у меня муж попросил вот такую штуку купить. Тоже для суши. Будет использовать. Ну, а я купила себе любимый вот такой от Балтийский берег. Самая вкусная имитированная икра. Я никогда не говорила, что по вкусу это то же самое, что обычная икра. Нет. Совершенно другой вкус. Но мне нравится именно вкус вот этой вот имитированной икры. И самое вкусное это именно Балтийский берег. Но это не то же самое, что обычная икра. Конечно же. Вот. Еще вот такой творожный сыр с зеленью купила. И, соответственно, купила вот этот. Мужу моему нравится вот эта марка Сенсай. Или Сенсой. Как правильно, да? Сенсай ее называю. Вот эти листы для роллов. Здесь в упаковочке 10 штук. Также крабовые палочки. В общем, у меня разные там собрался делать. Он у меня любит, кстати, делать суши. Поэтому вот такую упаковочку крабовых палочек купила. И еще соусы. Соответственно, майонез купила, да? На салатик сделаю. Сметанный. Вот такой сырный соус. И еще какой-то кетчуп. Средний морский с вялеными томатами. От мистер Рика. Также здесь у меня, соответственно, рис японский. Я сразу взяла две упаковки, чтобы он у меня был. Потому что муж обычно делает у меня сразу много из целой упаковки вот такого риса. По молочке у меня совсем чуть-чуть. Молоко и вот такие творожки. Это детям донесем с шариками. Также давайте сразу здесь. Это я покупаю сыночку в школу. Я уже говорила, он у меня ходит на дополнительные занятия. И в перемене он не всегда успевает себе что-то купить. А обеды у нас мега ужасные в школе. Их никто не ест. Вообще невозможно, говорит, есть. Вот, соответственно, я ему что-то даю с собой. И закупила сразу много, чтобы у меня было. В том числе вот такие мажетельки. Он у меня пьет. Потому что, ну, какой-то йогурт боюсь с собой брать. На обедах в школе жарко. А вот в такой упаковочке нормально. Еще увидела там, пока ходила, вот такой новый мажетель. Со вкусом черники и земляники тоже мы все любим. И, соответственно, купила. Давайте дальше по напиткам. Купила вот такой набор. Стоил он что-то 800 с чем-то рублей. Сказала, да, что у нас гости. Поэтому будет отлично. Вот сразу с тоником, с экстрактом дуба какой-то. Не знаю. В общем, взяла набор. Масло, благо. И еще вот такие соки. Любимый, земляничное лето и гранатовый. Так, дальше здесь давайте. Купила еще вот такие полосочки. Тоже не знаю, может, с собой дам. Вот такие сочин с творожной начинкой. И с малиновой начинкой. Я, конечно же, ребенку и фрукты тоже даю в школу. Но бывает, да. Что-то еще такое даю. Хлеб. Вот, кстати, спасибо той девушке, которая мне бы рекомендовала. Говорит, Наташа, берите выпечку именно вот такую в ленте. Она действительно очень вкусная. Я с вами соглашусь. Ее даже можно разогреть. И получится как свежая, свежеиспеченная. 53 рубля. Это батон гусарский в нарезке. Потом вот такой хлеб. 39 рубля. Это столичный. И еще багет взяла. Вот такой. 27. Ну, считайте, 28 рублей он стоил. Ну, соответственно, так как я купила чайник, я решила купить чай. Взяла вот такой Ахмат. Честно говоря, не знаю. Это какой-то крепкий черный чай. Я беру обычный черный чай и добавляю к нему обычно немножечко всяких травок. Вот таких покупаю. Но добавляю немного, потому что я чисто травяной чай тоже не люблю. И домашний мне не любят. А когда немножечко к черному чаю добавляю различные травки, получается прикольно. В общем, вот такие травы увидела. Сокровище Тидиба. Тидиба высокогорные дикорастущие травы. Ягоды Дагестана, шиповник, зизифора, мята белая, черный тмин, горный тмин. Мне кажется, если добавить к черному чаю, получится очень-очень вкусно. Вот. И выглядят они, видите, не сплошной порошок, а прям травки. Вот. Но еще взяла пакетированный чай. Потому что если я вдруг не заварю или, в общем, дети у меня захотят чай попить, они обычно берут у меня пакетированный. Если не заварен вот такой. Вот. Чтобы он у меня тоже был. Тем более он был на акции. Естественно, купила еще печенье вот такое. У меня было тоже на акции. Кстати, вот это вкусное печенье. Шоколадом. И вот такой с йогуртовой начинкой. Это я тоже повелась. Прям на входе была распродажа шоколадок. И я решила понабрать разные шоколадки. Такие с карамель арахис, молочной. Я обожаю белый шоколад, кстати. И вот такой еще с печеньем. И конфетки еще взяла. Вот такие. Ну, как это, типа желейные, да? Какая-то золотая стрекоза. Ну, типа желейных таких конфеток. И вот такие конфетки взяла. Они, кстати, тоже очень вкусные. Красный Октябрь, Ореховая Роща. Вот такие тоже. В общем, так, дальше у меня уже здесь будут фрукты. Я взяла бананы. У меня куда-то наклейка отклеилась. Мы уже с сыночком тут съели по бананчику. Ну, такие не очень, кстати, бананы. По мне так. Ну, ладно. Грушу Конференс взяла. Два манго. На них была акция. Они что-то по 39 рублей. Что-то такое были. Две штучки. Ну, они доспеют у меня дома. Ничего страшного. Вот здесь у меня мандарины по 74 рубля. И киви. Но киви тоже были со скидкой. Даже на кассе. В общем, в чеке должны пробиться. И еще взяла вот такую сливу красную. Вообще вот люблю вот такие сливы. Импортные такие, знаете, вообще огромные. В общем, взяла тут немножко. Ну, как немножко. Почти килограмм. Сливы мы тоже любим. И так, киви показала. И бакинских помидор и огурцов у нас нет. Поэтому взяла вот что есть, что называется. Но мне кажется, что, наверное, это просто как бы временно тогда. Может быть, еще и появится. Буду обязательно смотреть. Спасибо вам огромное. Но вот эти вроде ничего. Даже ароматные. На ветке взяла. Так, дальше у меня здесь еще картошка. Я взяла вот такую канон. Она, кстати, очень даже неплохая. Единственное, что прямо очень-очень пыльная. У меня морковка я взяла немножечко совсем. И немножечко докупила лука. Вот лук тоже эконом. Вот такая вот у меня получилась закупка. Сейчас вам покажу чек. И покажу еще чайник. Распакую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok